всем привет с вами гелиоват и предлагаем вашему вниманию краткую видео инструкцию определения энергетического потенциала свободного водного течения и ответы на некоторые вопросы которые часто задаются первое что нужно сделать для того чтобы определить какую мощность можно извлечь из свободного водного течения необходимо определить скорость потока есть два доступных метода измерения скорости водного течения не требующих сложных инструментов первый из них метод прямого измерения скорости течения вы измеряете на берегу определенное расстояние допустим это 10 метров отмечайте начальную и конечную точку находите предметы которые могут плыть по течению конечно это не должны быть бутылки или мусор забрасываете их выше по течению измеряете время с помощью секундомера от стартовой точки до конечной делаете три замера определяете среднее время прохождения затем расстояние в нашем случае это 10 метров делите на время и получаете скорость течения на поверхности второй метод более точный это измерение с помощью трубки пито трубка пито может легко изготовлена вами самостоятельно на видео вы видите что ее конструкция не такая сложная состоит она из двух-трех трубок одна из них прозрачная для зрительного определения уровня поднятия водяного столбика другая имеет изгиб внутри направлена навстречу течению с помощью этого инструмента можно произвести более точные замеры и определить скорости на различных уровнях водном течении то есть более точно определить скорости в области нахождения гидрогенератора измерения с помощью трубки пито позволяет расчетным путем определить скорость течения воды для этого необходимо определить высоту поднятия водяного столбика в прозрачной трубке высота определяется в метрах далее это значение h подставляется формулу для определения скорости свободного падения она также называется формула торричелли кстати эта формула связывает кинетическую потенциальную энергию и это уравнение также помогает вам определить скорость свободного истечения воды из дамбы или из плотина зная перепад высот исходя из этой формулы можно определить скорость истечения воды с высоты 1 метр она будет равна 4,43 метра в секунду в конечной точке у поверхности нижнего объекта это касается только свободного истечения воды через дамбу или плотину без применения водоводов и направляющих аппаратов при таком условии истечения скорость на разных высотах от нижнего уровня будет разной и соответственно энергия которую можно извлечь и свободно падающего потока будет максимальная в нижней точке после того как вы определили скорость течения вы можете легко найти мощность в электрическом эквиваленте которую можно извлечь истечения подставляя значение в указанную формулу эта формула уже учитывает в себе среднее значение кпд генератора кпд турбины и плотной среды а именно воды это простая формула чтобы не усложнять понимание и запоминание с лишними обозначениями это есть упрощенный вариант ранее приведены в этом видео ее можно интерпретировать следующим образом с одного квадратного метра поперечного сечения вводного течения можно извлечь 150 ватт электрической мощности при скорости этого течения 1 метр в секунду применяя простую формулу вы можете получить прогнозную мощность извлекаемую турбину с одного квадратного метра течения в поперечном сечении поскольку зависимость мощности от скорости кубическая то при скорости 2 метра в секунду с одного квадратного метра течения можно получить 1200 ватт при скорости 3 метра в секунду 4 киловатта при скорости пол метра в секунду только 18 ватт эти параметры достижимы для этих скоростей если турбина и генератор правильно спроектированы и изготовлены теперь немного турбина чтобы не изобретать колесо и не тратить вашего драгоценного времени мы пытаемся его сохранить первое что приходит в голову это использование водяного колеса для излечения энергии свободного потока существует три вида колес это нижнебойные среднебойные и верхнебойные колеса для свободного течения вы можете использовать только нижнебойные колеса конечно если вы можете поставить дамбу или плотину то вы можете использовать верхние среднебойные колеса но технически реализация этих вариантов намного сложнее нижнебойные колеса имеет кпд не выше 19 процентов тогда как верхнебойные и среднебойные могут достигать 80 85 процентов главный недостаток водяных колеса высокая материалоемкость низкая быстроходность существенно меньше единицы и как следствие необходимость использования передаточных устройств называется мультипликаторами настоящее время основными перспективными видами гидрокинетических турбин является два вида ортогональная и пропеллерная турбина оба вида турбин работают не на границе двух сред как водяные колеса непосредственно в самом течение воды ортогональные турбины могут быть с вертикальной осью и горизонтальной осью вращения силу того что поток проходит не вдоль и поперек оси вращения поэтому они могут быть отнесены к классу поперечно-подточных турбин но со своей спецификой в этих турбин есть определенная специфика это нестабильные моменты вращения зависящие от угла расположения лопастей ну в данном видео эти нюансы вам нужны одна из разновидностей таких турбин это турбина горлова проработать по тому же самому принципу как вы поняли основное преимущество этих турбин это то что вал турбины может быть расположен вертикально все силовые агрегаты трансмиссии генератор могут быть вынесены за пределы водного отличия тем самым не усложняю проблему с уплотнениями однако также как и с колесами их недостаток это высокая материала емкость хотя намного ниже чем водяных колес они более быстроходные чем водяные колеса но при этом все же этот класс турбин по материалу емкости и быстроходности отстает от пропеллерных то есть настоящее время самыми перспективными менее материала емкими и быстроходными являются пропеллерные турбины данные турбины могут быть непосредственно связаны с ротором генератор без применения трансмиссии тем самым позволяя экономить на материалах и увеличивая надежность и так пропеллерная турбина в десять раз быстрее чем водяные колеса и в три раза быстрее чем ортогональные турбины имеют самыми тем минимальная материала емкость при аналогичных показателях это вытекает следующее следствие чем больше быстроходность турбины тем меньше размеры имеет генератор который приводится от этой турбины то есть данная компоновка пропеллерная турбина генератор сейчас имеют самую минимальную материала емкость и последствия более низкую стоимость но это повторюсь опять же верно если генератор турбина спроектирована правильно для каждого типоразмера турбины есть свои значения максимального кпд которые характеризуются определенным моментом и скорость вращения под эти параметры с номинальными значениями должен попадать и генератор так если вы берете допустим автомобильный генератор который начинает работу стабильную с двух тысяч оборотов устанавливаете на турбину которая работает на 300 оборотах вы не получите 15 процентов мощности на которые вы рассчитываете исходя из пропорциональности можно получить процентов 5 в лучшем случае по этой причине номинальные значения генератора должны совпадать с характеристикой турбины можно конечно пытаться использовать ременные или зубчатые мультипликаторы которые только увеличат стоимости потери и снизит надежность но когда речь идет о подводном исполнении все только усложняется но и коротенькая информация для любителей собирать генераторы самостоятельно информация для размышления на рисунке предъявлено сравнение параметров традиционных генераторов и двигателю которых ротор размещен внутри машины и пазы для укладки обмотки расположены внутри при сравнении с генератором который может быть изготовлен на базе этого железа но с расположением пазов по внешнему диаметру в данном случае рабочая активная поверхность машины с внешним исполнением ротора находится снаружи что приводит к увеличению мощности относительно внутреннего расположения активной поверхности в размере разницы диаметра в квадрате момент 2 укладка обмотки в пазы расположены снаружи намного приятнее и третий момент поскольку в качестве источника магнитного поля используются магниты их целесообразно использовать на внешнем роторе их монтаж и размещение учитывая центробежные силы упрощается мы надеемся что это видео поможет вам самостоятельно подсчитать энергетический потенциал водных течений составить предварительный план при желании использовать эту энергию и не повторять чужих ошибок всего хорошего потенциал водных течений самостоятельно подсчитать характеристику отдастся мальчан во время я создавал с об под Продолжение следует...